Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в этом видео хочу разобрать партию, которую не так давно играл мой ученик. Он играл ее за черных, но я ее буду показывать именно со стороны белых, потому что белые провели здесь просто идеальную партию. И в принципе, кто играет белыми дебют Сокольского, тот может вполне применять подобную схему. У меня изначально были небольшие подозрения, что человек, который играл за белых, читерил, использовал подсказки. Но потом я посмотрел по базе Лечеса и увидел, что с таким прятком ходов до его двух сильных очень ходов, бриллиантовых ходов, доходило уже несколько партий. Там где-то партии 20, если я не ошибаюсь, уже доходило, поэтому в принципе позиция не новая, он вполне мог ее знать. Так что будем считать, что это просто идеальная дебютная подготовка и в принципе идеально сыгранная партия. Я специально сейчас покажу проценты, я думаю, вам они понравятся. Проценты здесь 96,4 и 2 бриллиантовых хода, к ним мы перейдем чуть позже. Ну просто идеальная партия, здесь действительно было без шансов, то есть только вот один момент был ключевой, когда мой ученик ошибся и все. После этого там по сути уже был, можно сказать, вынос тела. Итак, что же здесь было, давайте посмотрим. Дебют Сокольского, ну не самый сильный ход, здесь у белых есть очень, у черных есть очень много хороших способов, как получить как минимум равную позицию. Там е6, е5, конь f6, ну то есть в принципе приятный выбор, это сильнейшие ходы я сейчас назвал, можно и по-другому играть. Д5, да, конечно, сильный ход. Итак, он пока сыграл е6, лонб2, d5. Ну и здесь понятно, что первые ходы можно смотреть без комментариев, здесь все было довольно неплохо. Ну и g4, активно очень играет соперник, но на самом деле таких ходов бояться не нужно, даже 5 у белых есть идея, но тем не менее у них в атаке там будет всего лишь пешка и слон на b2. При случае выскочит ферзь, ну то есть в принципе не настолько атака здесь сильная, всегда вот очень важно не испугаться и просто спокойно развивать свои фигуры. То есть можно здесь сыграть спокойно рокировка и это сильнейший ход на самом деле по компьютеру. Итак, далее же 5 ход, конечно же, последовал, но тем не менее, опять же таки скажу, здесь ничего страшного пока не происходит. Конь d7 будет не сильнейший, но вполне нормальный. Далее h4, c5 это тоже правильное решение, слон d3. И вот слон d3 по компьютеру это не самый сильный ход, компьютер даже дает, что это ошибка, но тем не менее я считаю, что в данной позиции слон d3 именно по-человечески просто лучшее решение. Именно из-за того, что здесь большинство людей будут играть с вами c4, как мой ученик и сыграл, и в принципе ход очень напрашивается. Но далее как раз таки идет уже просто прямая атака на черного короля, от которого черных нет уже нормальной защиты. Вот данная позиция, ключевой момент партии во всей был. И очень важно было понять, что реально у белых есть угроза слон h7 и сыграть e5. То есть в данной ситуации e5 практически единственный ход, но были еще и другие, скажем так, но e5 самая четкая. То есть в чем идея? Идея в том, что мы закрываем сильного чернопольного слона. И теперь та же идея, которая в партии у белых работала, здесь уже проходить не будет, потому что слон h7 спокойно черный бьет этого слона. Через h5 ход, конечно же, активный, но после короля g8 непонятно, как белым развивать атаку. То есть не видно более-менее адекватных дальше ходов. g6, возможно, да, тут некоторые скажут, что g6 можно сыграть, но g6 спокойно можно эту пешку попить. Что там страшного у черных нет? И fg, и конь f6. Ну, fg, наверное, самый простой. В принципе, здесь у белых в атаке один ферзь. Да, по-прежнему давление есть небольшое у белых в данной ситуации, но тем не менее, очевидно, что один ферзь тут мат не поставит. Мы видим, что тут много ходов за черных дает ему довольно большой перевес. Короче говоря, ход e5 в данной ситуации был сильнейшим. И, в принципе, были и другие способы защиты от жертвы слона h7. Ну, e5 самая четкая, выключая слона и как раз-таки создавая в дальнейшем идею хода e4. Ну, и мы видим, кстати, что ход c4 сейчас находится в тройке сильнейших, но тем не менее, c4 это серьезная ошибка. c4 постепенно ход улетает. И, на самом деле, c4, это даже не ошибка, я сказал бы зевок за черных при сильнейшей игре белых. И вот уже компьютер эту позицию начинает потихоньку переоценивать. И чем больше глубина, тем больше оценка будет в пользу белых. То есть мы видим, что уже плюс полтора, но еще больше в глубине оценка там будет примерно плюс 3. И далее тоже она стремится именно в пользу белых. Итак, вот здесь начинается все самое интересное и самое красивое. Слон h7. Ну, король h7 играть надо, иначе совсем позиция плохая. Фейзер h5, король h8 тоже выбора здесь не было. И вот тут очень важный ход за черных, который причем, единственный ход, не за белых, единственный ход, который оставляет за белыми перевес, это ход с лон g7. Лон g7 классная очень жертва. Ну, и опять же, черные, конечно же, должны забирать, иначе они, опять же таки, под атакой, при этом еще и не имеют большого лишнего материала. Ну, и после хода король g7, здесь фейзер h6 тоже еще одно важное решение. Король g8, и вот здесь, как ни странно, не ход g6 сразу, не какие-то там переводы ладьи, а конь f3. Очень-очень четкий ход. То есть, в чем идея этого хода? Идея в том, что в будущем белые готовы сыграть g6, но уже появилась поля g1 для ладьи. То есть белая ладья уже получила возможность выйти в игру. Ну, и вот тут уже у черных позиция практически безнадежная. То есть, можно как-то при невероятно точной игре там не получить мат сразу, но тем не менее, все равно позиция практически здесь пройганная. То есть, f5 еще более или менее как-то стояла шансы за черными, хотя бы не проиграть сразу. Но тем не менее, все равно здесь позиция уже у них разваливается. f5 сильнейшая. Давайте этот ход рассмотрим. Ну, и здесь и g6, и ферзь g6. Оба хода выигрывают на выбор. На самом деле, наверное, g6 более простой ход, чисто по-человечески, потому что угрожает ход f7 мат на секундочку. Ну, и также угрожает варианты ход g7, варианты ход конь g5. В общем, масса угроз. Ну, ладья f7, то, что ком предлагаю смотреть, давайте не будем. Это ход совсем уж такой ненатуральный. Конь f6. Я думаю, что здесь большинство людей бы сыграло. И я бы, в том числе, сыграл именно так. И вот тут конь g5. То есть белые спокойно усиливают позицию. В чем идея? Почему именно конь g5? Потому что мы берем под контроль и полевси, и поле h7. Ну, и далее, в общем-то, план. У белых простой, собрать g7, ферзь h8 мат. В общем-то, такая идея. Довольно медленно окажется. Но тем не менее, у черных здесь спит практически весь ферзовый фланг. В общем-то, фигура стоит довольно коряво. Да, у белых тоже здесь, по сути, две фигуры всего лишь в атаке. Ну, и пешка g6. Но тем не менее, спасения уже нет. То есть просто позиция безнадежная абсолютно у черных. Они или получают мат, или при мега-идеальной игре просто теряют кучу материала. И все равно проигрывают. Короче говоря, ход f5 тоже при сильнейшей игре белых не спасал. Но хотя бы мог немножко продлить сопротивление. Как он сыграл в конь g6? Это логичный ход. Но уже здесь после хода же 6 следует форсированный мат в 6 ходов максимум. А то и быстрее. Это 6 ходов при сильнейшей игре черных. Итак, конь f6. Ход ничем не лучше, ничем не хуже других. Ну и тут еще одно супер точное решение. Это ход ладья g1. g7 сразу тоже выиграл. Но ладья g1 еще точнее. Ну и далее здесь не будет смотреть хода на b4, конечно, серьезно. Ничего особо не меняет. Но после e5, g7 и от ферзи h8 нет защиты. То есть на конь f7, единственный ход не дающий сыграть ферзи h8, будет скрытый ша, gf, ферзь и это мат в 17 ходов. Ну в общем, невероятно сильная партия. Здесь, по сути, вся партия первой линии, не считая дебюта. Ну дебют там был такой местами не идеальный от белых. Но тем не менее, белые создали угрозу. Жаль в h7, потом в g7 и в итоге ее реализовали. Так что классно и классно. Здесь, конечно, пример атаки на короля. Причем полностью здесь все было форсировано, все было четко. И еще раз давайте на этот момент рассмотрим ключевой. То есть здесь черные играются 4. Супер логичный ход, который сделали бы очень многие. Но далее попадают под слон h7, герзь h5. И очень важный ход, без которого бы все это не работало, хост лон g7. Мы видим такие вот точные ходы. И далее, в общем-то, мы видим, что у белых позиция уже абсолютно выигранная. Так что классные такие варианты. В принципе, кто дебют Сокольского применяет, может вполне сюда идти. Но другое дело скажу так, что за черных данная расстановка все-таки не самая основная. И черные гораздо чаще играют либо е5, либо там может быть c5 проводят раньше. Либо а5 какие-то подрывы. В общем, там возникают другие уже схемы, где подобный порядок ходов не будет за белых. Настолько эффективным. Но, опять же таки, в принципе, раз это встречалось уже на практике неоднократно, то в вашей партии тоже вполне может встретиться. И вы можете тоже вот чисто по дебильной подготовке выиграть партию в 17 ходов. И даже еще быстрее. В общем, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что эта партия вам понравилась. И до встречи в новых видеороликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова